Это пульс дня по скриптам. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. К 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирением. В качестве главных причин такой тенденции эксперты называют малоподвижный образ жизни и широкую доступность сладкой пищи. А еще для многих жителей нашей страны альтернативное здоровое питание – непозволительная роскошь. На сегодняшний день 42% взрослых американцев имеют проблемы с избыточным весом. В Пентагоне сообщили, что ВМС США заняли первое место в списке видов вооруженных сил по степени распространения избыточного веса среди военнослужащих. Ожирение было выявлено у каждого пятого моряка, что превышает средний показатель по вооруженным силам в целом. Газета New York Times констатировала, что ситуация ухудшается с каждым годом. Почему даже легкие формы ожирения беспокоят ученых? Как объясняют специалисты, появление даже незначительных количеств жира повышает вероятность развития диабета, нарушения метаболизма и прочих проблем со здоровьем, борьба с которыми требует большого количества ресурсов и наличие которых ведет к сокращению продолжительности жизни человека. Еще 20 лет назад люди были более активными, поэтому калории так быстро не откладывались на боках. Сейчас все много работают и ведут малоподвижный образ жизни, в метро сидят, в офисе тоже дома лежат, а до фитнеса доходят лишь самые стойкие. Тем временем сидячий образ жизни – одна из основных причин ожирения. Зато у жителей сельской местности всегда много хлопот, которые так или иначе предполагают физическую активность, работу по дому, огороду, уход за скотом. А чем больше человек двигается, тем ниже шансы набрать лишний вес. Как оказалось, развитие ожирения способствуют и огни большого города. Ученые пришли к выводу, что искусственный свет тоже участвует во всей этой афере. Дело в том, что с наступлением темноты вырабатывается гормон сна – мелатонин. Но искусственное освещение, в том числе синий свет от смартфона, подавляет его синтез и тем самым нарушает биологические ритмы. Ночные приемы пищи в таком случае – очень частое явление. Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний выяснили, что у 9% населения наблюдается крайняя форма ожирения. Сохранение этой тенденции грозит здоровью нации. А вину за происходящее они возлагают на дешевый фастфуд и развитие современных технологий. Директор Американского совета по борьбе с ожирением доктор Рекха Кумар назвала ситуацию по-настоящему тревожной. «Несмотря на все вмешательства, которые мы делали в медицинском сообществе и в мире общественного здравоохранения, нам необходимо быть более активными», заявляет чиновница. «Мы столкнемся со значительным увеличением диабета второго типа, болезней сердца, осложнений болезней печени. Возникнет множество проблем с подвижностью из-за артрита и нагрузки на суставы. Нас ждет увеличение экономического бремени, потому что люди будут чаще пропускать работу, медицинские счета станут выше для каждого человека, страдающего ожирением. По словам Кумар, рост ожирения коррелирует с изменением глобальных поставок продовольствия, начавшимися в 70-е. Фастфуд стал доступнее, а порции больше. В качестве других немаловажных факторов она называет влияние технологий, которые снижают подвижность людей и нарушение сна. Правительства многих стран предпринимают различные шаги для улучшения знаний населения питания. К сожалению, на фоне масштабов отраслевой рекламы все эти попытки бледнеют, равно как на фоне стараний торговых лоббистов, которые продвигают переработанные продукты питания и фастфуд во всем мире. Печально, что государственные регуляторы медлят с мерами борьбы против этих тенденций, например, помогая обучению общества научному питанию. Большинстве образовательных программ борьбы с ожирением до сих пор делается акцент на механическом регулировании количества съеденных калорий без учета того, что разные продукты совершенно по-разному влияют на аппетит. Скептики могут возразить, что рекомендации питания постоянно меняются. То, что в прошлом году объявлялось ужасно вредным, на следующий год называют суперполезным. И наоборот, помимо обучения у властей есть в распоряжении другие инструменты, помогающие влиять на пищевые привычки, власти могут и должны вводить более жесткие ограничения рекламы для детей, как это уже сделано в Великобритании, Франции и некоторых других странах. Дэвид Людвиг из университета Тавца предложил ввести налог на переработанные продукты питания, схожие с налогом на табачные изделия. Выручка от этого налога могла бы быть направлена на субсидирование более здоровых альтернатив питания, порадовать себя тортиком, победить с коллегами и накормить внуков до отвала. Часто еда становится единственным источником удовольствия, методом налаживания отношений и способом выразить свою любовь. Почему ожирение и лишний вес – проблемы, которые нужно решать не только с врачами, но и с психологами? Люди перестали всерьез интересоваться друг другом, общение стало поверхностным и горожане ощущают себя ненужными. Стрессы и чувства одиночества – самые главные причины переедания и, как следствие, ожирения. Получается замкнутый круг. Человек ощущает себя плохо и одиноко, но не ищет решения, а просто заедает свои проблемы. От этого ему становится еще более одиноко, он опять ест. И так до бесконечности. Первая из установок переедания обычно родом из детства. Когда ребенок был болен и плохо себя чувствовал, родители и другие родственники давали ему сладкое, чтобы поддержать малыша и поднять ему настроение. В результате же у человека формируется установка «когда мне плохо, нужно поесть и станет лучше, веселее», – комментируют специалисты. Повзрослев, человек продолжает поднимать себе настроение проверенным способом. Еще одна причина переедания – это пищевая зависимость от конкретного продукта. Частый пример с шоколадом. У женщины случилась любовная драма. Переживая ее, она ела шоколадные конфеты, ей стало легче. Шоколад ведь помогает улучшить настроение, хоть и на время. И стресс у женщины уже прошел. Она и думать о своей драме забыла, а любовь к конфетам осталась. Это компульсивные приступы переедания. Контролировать себя она просто не может, – объясняет психолог. Бороться с пищевой зависимостью так же сложно, как с любой другой – алкогольной или негативной. Без помощи специалиста обойтись трудно. Но даже психолог не поможет, если человека в жизни интересует только еда. Чтобы успешно справиться с перееданием, необходимо найти цель, которой хочется стремиться – разнообразить свою жизнь. Тогда прием пищи перестанет быть единственным удовольствием, скрашивающим существование. И только после этого лишний вес наконец станет уходить. Вот список продуктов, которые дают ощущение сытости без переедания. Хлеб со трубями. Такой хлеб не нанесет вреда фигуре и при этом надолго избавит от чувства голода. Бананы. Эти плоды содержат натуральный сахар, поэтому уберегут вас от желания полакомиться десертами и прочими вредными сладостями. Апельсины и яблоки. Эти фрукты содержат много белка, воды и клетчатки, поэтому являются эффективным средством надолго утолить голод и избежать переедания. Авокадо. Согласно результатам исследований, люди, которые за обедом съедают половину авокадо, не чувствуют голода на протяжении нескольких часов после приема пищи. Хумус. Это блюдо представляет собой пасту из измельченного гороха нута и различных специй. Для большего ощущения сытости употребляйте хумус вместе с морковкой и сельдереем. Попкорн. Этот продукт можно смело употреблять не только в кинотеатрах. Воздушная кукуруза дает очень быстрое ощущение сытости, при том, что содержит довольно незначительное количество калорий. А если вы решили, что мы в паскриптуме сегодня обойдемся без бодипозитива, вы ошиблись. В прошлом году в парижской неделе моды впервые приняли участие модели размера плюс. В свои показы включили дизайнеры Шанели Версача, ознаменовав окончательную победу движения бодипозитива, которая отстаивает право женщин быть такими, какими они захотят, а не ориентироваться на худышек. И все-таки в этом движении не только плюсы, но и минусы. Чествование полноты может привести к тому, что общество перестанет замечать проблему ожирения, обострившуюся на карантине. Идеи за принятие полноты впервые прозвучали в США в 1967 году, а движение, которое назвали «Бодипозитив», появилось в Америке в 1996. С тех пор идеи принятия себя независимо от веса и размера стали потихоньку проникать в соцсети и особенную поддержку получили в 2013 году, когда модель Tess Holiday, весящая 155 кг, основала бодипозитивное онлайн-движение и стала появляться на обложках глянца. К слову, по завершении режима самоизоляции большинство пациентов, уже имевших предпосылки к набору веса, потолстели еще на 10 кг. Даже если у них был лишний вес, они перешли в первую-вторую степень ожирения. Ситуация осложняется тем, что фактор стресса невозможно убрать из повседневности. Из-за ускорения жизни и потока информации кажется, что стресса становится больше. На самом деле, это наша реакция на новое явление. Стресс был задуман природой для того, чтобы человек мог выжить, но когда он переходит в хроническую форму, он разрушает психику и влияет на здоровье. Еще одна вредная привычка – это так называемый грейзинг или пастбищный характер питания, когда человек постоянно подходит к столу и перекусывает. Тогда ему кажется, что он не ест много, но по факту постоянно в течение дня перекусывает. Иногда не потому, что голоден, а просто так, от скуки. Особенно это стало заметно на карантине. Кроме того, в последнее время существенно снизилась физическая активность. Также многие пациенты отмечают скачок лишнего веса в связи с покупкой машины. В то же время бодипозитив может помочь в борьбе с ожирением, ведь стрессом для человека является и навязывание нормы со стороны, которая вынуждает его сидеть на диетах и неизбежно срываться. В большинстве случаев ожирение – это комплексная проблема, которая в себя включает и диетологические, и психологические причины. Но когда люди с лишним весом говорят о том, что они себя ненавидят и могут смотреть на себя в зеркало, лишний вес мешает им качественно жить. Проблема начинает подпитывать саму себя, формируется так называемый болемический круг. Против этого психологического феномена как раз и направлен бодипозитив, который, по мнению специалистов, постепенно снимает не только внешнее давление общества, но и внутреннее напряжение, возникающее у человека из-за несоответствия каким-то стандартам. А именно в нем кроется главная проблема, утверждают психологи – опасен ложный бодипозитив, когда человек сам себя убеждает, что его все устраивает, хотя внутри переживает. Это убеждение не дает человеку признать свою боль и проблему, которую нужно решать. Это все к данному часу.